Северный Альянс Северная война Давайте для начала мы рассмотрим карту Балтийского региона того периода времени Если мы внимательно на нее посмотрим, то здесь мы увидим всего несколько государств Это Великое княжество Литовское, Жимойское, Русское Это Герцогство Пруссии Это Ливонский орден, а точнее Ливонская конфедерация Это Россия Герцогство Померания Ну и соответственно Королевство Швеции, Королевство Дании Чуть дальше у нас Бруншвейк, Люненбург и Мекленбург Это те самые государства, которые к середине 16 века занимали побережье Балтийского моря Ну как известно Морские пути и приморские государства Всегда извлекают прибыль Из того, что они располагаются на морских берегах Балтика не была исключением из правил, но Особенно востребованный Старый такой путь вот из варягов греки, который был проторен еще на зари человечества Стал востребован в 16 веке Ну давайте вспомним 1392 год Испанцы открывают второй раз после скандинавов Америку За 6 лет до этого португальцы огибают Африку Открывают путь в Индию Начинается эпоха Ренессанса и Великой Революции Как ее называли Революции цен Когда золото и серебро, хлынувшее в Европу из американских колоний Обрушило цен А это в свою очередь способствовало началу промышленной революции Когда начинает зарождаться так называемое мануфактурное производство А значит потребность в ресурсах резко возрастает И чрезвычайно возрастает Необходимость в торговых путях Для быстрейшей доставки товара Правители того времени это прекрасно понимали Поэтому обладание побережьем, обладание своим собственным флотом Было одним из, наверное, главных На тот момент Отражений государственной независимости Как таковой К числу Великих балтийских держав Того периода Относится только две страны Это Королевство Польши И Как ни парадоксально Датско-Норвежское королевство Россия, Швеция, Ливонский орден, Герцогство Пруссия Находится на периферии Не располагая необходимыми силами У России Небольшой выход К Балтийскому морю Эта территория Выходящая к Финскому заливу Ограниченная городом Ивангород Напротив которого стоит Крепость Нарва Принадлежащая Ливонскому ордену До конца 15 века Россия воспринимается Как нечто периферийное в Европе Да Есть такое государство Но оно находится далеко На востоке Оно платит дань Золотой орде Не является вполне самостоятельной Все меняется С моментом вошествия на престол Ивана Третьего Который первым стал упоминать себя Как государь всея Руси При Иване Третьем Русское государство Приобретает черты Сословно-представительской монархии Проводятся административные Военные реформы И удивленная Европа Видит, что у нее появился В какой-то мере конкурент Но ни Ивану Третьему Ни его преемникам Не пришло в голову На болотах Строить порт Почему? Потому что и у Ивана Третьего И его предшественников Был очень хороший пример Дело в том, что Противостояние с Ливонским орденом А до этого с Тевтуонским орденом А до этого с Орденом Меченосцем Насчитывает несколько сотен лет И до того момента Как в 1201 году Немецкие крестоносцы Высадились в устье Даугава И стали строить Ригу Значительная часть Балтийских племен Которые населяли в то время Территорию современной Латвии И Эстонии Платили дань русским князям Ну, давайте посмотрим Вот как у нас в летописях Назывался тот же самый Таллин Колывань Колывань Колывань, которая была построена Эстами совместно с русскими князьями Далее Тарту Дерт Это город Юрьев Построенный великим князем Юрием Всеволодовичем Нарва Ругодев Опять же Построенным Русскими князьями Совместно с местными Племенными объединениями То есть Взаимное проникновение Взаимная торговля Она была очень плотной Выдавили нас из Прибалтики Только в 1223 году Но ведь Памяти об этом никуда не делась Ливонский орден переживал Не самые лучшие времена И В свое время Потерпев поражение От русской армии Ливонцы обещали нам Выплачивать Дань О чем радостно забыли Поэтому уже при Воцарении Иоанна Васильевича Были сформулированы Следующие задачи Русской внешней политики Эту Плотная контроль Над Карелией Мы приладожим Уничтожение Ливонского ордена И Получение Широкого выхода К Балтийскому морю Ревель Пярну Рига Мощнейшие порты С хорошей Инфраструктурой С незамерзающими Заливами Что позволяло В разы Увеличить Объемы русской торговли Естественно Овладение Этими крупнейшими Портами Тоже входит В эти задачи В середине XVI века Когда Русское государство После реформ Ивана Грозного Работы Избранной Рады И Великого Земского собора 550 года Во многом Во многом Улучшило управление Нашим государством Произошло Несколько Знаменательных событий Это и покорение Казани В 1552 году И Бескровное Предсоединение Астрахани И таким образом Русское государство Уличило свою территорию В два с половиной раза Население в полтора раза И что самое главное Полностью был установлен Контроль над Волгой Мы спокойно Теперь абсолютно Могли торговать С Персией Ничего не опасаясь А значит Значимость России Как торгового партнера Как транзитера Увеличилась в разы Но У нас нет Военно-морского флота У нас нет Торгового флота И вот Одной из главных задач Которую Ставил Иоанн Васильевич Это было Получение Именно Портов Ливонского Ордена По большому счету Ливонская война Которая будет длиться 25 долгих лет Стала Притечи Великой Северной войны Потому что Первоначально Россия Не столкнулась С серьезным сопротивлением Открыв военные действия В 1558 году Русские полки В течение одной кампании Завладели 22 крепостями противника Остались В руках Ордена Только Прибрежные Замки Прибрежные города И вот тут Произошла Очень интересная Коллизия Дело в том Что местные Рыцарские Сословия Не желали Присягать Русскому царю И последний Ландемейстер Ливонского ордена Готхард Кетлер Заключил договор О передаче Лифляндии В руки Великих князей Литовских Но ведь Великим князем Литовским Одновременно Королем Польским Был Сигизмунд Второй Август Сигизмунд Второй Прекрасно Понимал Что его Ждет Но Слишком Высоки Были Ставки В игре Кетлер В свою очередь Получает В качестве Отступных Герцогства Курляндию Зимгалю Курлянское Герцогство Просуществует До 1795 Года Семья Кетлеров Будет Ею управлять До 1714 Года Ну а затем Там будет Уже Анна Иоанновна Бероны И затем В 1795 Году Курлянди Исчезнет С карты Ну Теперь Перед Собственно Русским Государством Замаячил Серьезный Противник В лице Великого Княжства Литовского Жимойского Русского Параллельно С этим Сословия Города Ревеля Отправляют Делегацию В Стокгольм И Ислянские Сословия Присягают На верность Королю Швеции Эрику 14 Таким образом Россия Получает В этом регионе Двух Серьезных Врагов Война Становится Затяжной Опираясь На порты Опираясь На свой Флот Шведы И Поляки С переменным Успехом Но все-таки Ведут Боевые Действия Против Русской Армии Которая Постепенно Начинает терпеть Поражение Ну Вспомните Хотя бы Бегство В Литву Князя Курбского Одного Из Подвижников Ивана Грозного Это Говорит О многом Итог Довольно-таки Печален Причем Печален Для Двух Государств Для России И Для Великого Княжства Литовского Жимойского Русского Литва Истощенная Войной В 1569 Году Пойдет На подписание Люблинской Унии С Польским Королевством И появится Речь Посполитая С этого Момента Начинается Окатоличивание Восточной Части Великого Княжества Жимойского Литовского И русского Которое Впоследствии Приведет К многочисленным Восстаниям А также И Освободительной Войне Украинского Казачьства Под руководством Богдана Хмельницкого В 1648 Году Впоследствии Но пока В идеале Появляется Крупнейший Игрок Восточной Европы Речь Посполитая Великая Польша От моря До моря От моря От Балтики До Черного моря При этом В Польше И Литве Дворянство Это 20% Населения Это очень много Все они умеют Держать за корабель И все они умеют Воевать А крылатые гусары На тот момент Считаются Лучшей Кавалерией мира Перед которой Не может в поле Устоять никто Вот такой Маленький Иллюстрационный Пример Когда В 1605 Году В битве Под Киргольмом 3000 крылатых гусар Гетмана Конецпольского Разнесли 11 тысяч Шведской пехоты Просто Втоптали их Всего-навсего В землю Это было Довольно Интересным явлением Соответственно Речь Посполитая Возможно И потерпела бы Поражение Если бы не Избрание ее Королем Стефана Батарь Тренцеливанского Воевода Великого Полководца Который Собственно Железной рукой Правил И действительно Смог объединить Сословие Речи Посполитой Что касается Шведов У нас Война с ними Шла с переменным Успехом При этом Серьезных Боистолкновений Крупных Не было Практически В 1583 году Было заключено Ям за Польское перемирие В соответствии С которым Истляндия Уплывала К шведам А Утлифляндия Оставалась Под Речью Посполитой Мы не получали ничего Мало того Нам даже пришлось Уступить часть Своего Балтийского Побережья Правда В ходе Русско-шведской Войны Уже при Царе Федоре Ивановиче Эту часть Побережья Пришло Удалось вернуть Обратно Но Следующий Акт Трагедии Состоялся Уже во времена Смуты Когда к власти Пришел Василий Иванович Шуйский Представитель Младшей ветви Рюриковичей В 1609 Году Он заключает Выборгский Договор Со шведами В соответствии С которым Обязуется Взять на содержание 15-тысячную Шведскую армию И Обязуется В трехнедельный Срок Передать Шведам Город Карел С уездом Трактовка Трактовка Этого явления Имеет Разное Значение С нашей стороны Постоянно Упоминается Что шведы Не выполняли Своих Обязательств Читаем Шведов Единственное Что я могу Сказать Взаимно Было К сожалению Неприязнь Взаимные Были Претензии Очень серьезные Единственное Что Реально Можно сказать Это то Что Племянник Царя Василия Великий русский Полководец Михаил Скопеншуйский Сошелся С командующим Шведским Вспомогательным Корпусом Якобом Понтусом Долагарди У них были Очень хорошие Отношения Но шведы В 1610 году Сняв блокаду С Москвы Своих денег Не получили Долагарди Решил сыграть Свою игру И преуспел Его войска Оккупировали Новгород Оккупировали Ряд других Населенных Пунктов Взошедший На русский Трон Михаил Федорович Романов Не располагал Необходимыми Силами И в селе Столбово Состоялись Унизительные Для нас Переговоры В соответствии С которыми Мы потеряли Выход К Финскому Заливу И Балтийскому Море Шведам Перешла Карела Орешек Копорье Ям И Ивангар С уездами Как сказал На заседании Рейхстага Король Густав Второй Адольф Слава Богу Теперь Без нашего Созволения Русские Даже не смогут Ни одной лодки Спустить На воду Швеция Постепенно Превращала Балтику В свое Озеро Но Здесь Один Есть Маленький Нюанс Вот с этого Момента Русские И шведы В друг Друге Были Невероятно Заинтересованы Шведам Требовалась Наша Пенька Шведам Требовался Наш лен Шведам Были нужны Наша Пшеница Рож Мы же Имели Огромные Потребности В шведском Железе В шведской Меде Удивительно Но факт Во времена Тридцатилетней Войны Когда шведская Армия Завязала В центральной Европе Россия Придерживалась Дружеского Нейтралитета По отношению К Швеции И все Было Довольно Таки Неплохо Пока В 1655 Году Зашедший На трон Швеции Карл X Не решил Кардинально Расставить Точки Над И Вступив В войну Со своим Кузеном Польским Королем Яном Казимиром Вазой Ян Казимир Ваза Отказывался Причем Достаточно Грубой Форме Исключить От своего Титула Король Швеции Собственно А это было Крайне Важно В результате Начался Период Который Вошел В историю Швеции Как Великая Война В историю Польши Как Потоп Блестящий Воспетый Иоанном Хенриком Сенкевичем В твоей Трилогии Но Для России Это имело Положительное Значение Мы Вступили В войну С Речью Посполитой Вспомним В октябре 1653 года Земской Собор Снисходя К Многочисленным Мольбам Единоверцев Принимает Решение С небольшим Перевесом Голосов Принять Украину Состав России В русское Подданство И русская Армия Ждет 9 января 1654 года Собирается Казачья Рада В городе Преславле Под Киевом Которая Присягает На верность Русскому Царю Алексею Михайловичу Навеки с России Говорит Богдан Хмельницкий Сейчас это Пытаются Вычеркнуть Из истории Но Что поделать Факт Остается Фактом И русская Армия Вступает В войну Причем Армия Наступает Дух Направления На территории Современной Белоруссии На территории Украины Успех Был оглушительный Были взяты Смоленск Могилев Ряд других Крепостей Даже Была взята Вильно Но Окончательного Крушения Речи Посполитой Нам Было Не надо Поэтому Заключили Перемирие И Воспользовались Тем Что Шведская Армия Завязала В Польше Начали По Настоянию Великого Русского Дипломата Байрена Ордена Нащекина Наступать При Балтике Взяли Ниин Шанс Вернули Себе Копорье Но Ригу Взять Не смогли И Дерт Взять Не смогли Шведы Выстояли Отбили Атаку Коалиции И Начинаются Переговоры В Кардисе По Кардисскому Миру Границы Остаются Неизменными То есть Мы Не получаем Ничего Приходится Противнику Вернуть Все Обратно И Наступает Определенное Затишье С Этого Момента Считается Что Великая Швеция Появляется Которая Обретает Статус Великой Державы Ну Так ли это Мы это Сейчас Рассмотрим А пока Поглядим На карту Европы Того Периода Итак К Концу 90-х годов 17-го Века Выход К Балтийскому Морю Имеет Кровевство Швеция Речь Посполитая Курфюрство Бранденбург Герцогство Мекленбург Герцогство Гольштейн Готторп Датско-Норвежское Королевство А также Брауншвейк Вольфенбютель И Брауншвейк Люнбург Все Соответственно Соответственно Это именно Те державы С которыми Мы Впоследствии Будем иметь Дело Знаете Я Курляндия Почему не упоминаю Принципиально Курляндия Была вассалом Речи Посполитой Поэтому Как Решат В Варшаве Так будет И В Метаве Собственно Потом Курляндия К сожалению Не была Самостоятельным Игроком У нее была Очень маленькая Армия И Курляндские Сословия Не очень-то Рвались Воевать Вот Они Не предпочитали Торговать А не воевать Великий Курляндский Герцог Который Провел Величайшая Реформа К сожалению Был Вынужден Наблюдать Как Шведская Армия Разоряет Его Герцогство Еще В 60 Годы Как Быто Ни Было Но К Концу 17 Века Конфигурация Которая Сложилась Вокруг Балтийского Море Не устраивает Целый ряд Игроков И Действительно Дискуссия О том А была ли Швеция Великой Державой Продолжается До сих пор Ну вот Я просто покажу Те факторы Я собрал Воедино Которые Говорят о том Что Швецию Можно Условно Назвать Великой Державой Во первых Это Все таки Зависимость От великих Держав Швеция Всегда Выступала В качестве Партнера Либо Франции Либо Британии Во вторых Крайне Невысокий Уровень Развития Экономики Потому Что Примерно 38% Шведского Бюджета Это Таможенные Пошлины Это Очень Много Начинается Война Торговля Останавливается В бюджете Всегда Огромный Дефицит Профицит Шведском Бюджете Появился Только При Короле Короле Одиннадцатом После Его Реформ Очень Небольшая Плотность Населения К Концу Семнадцатого Века Два Миллиона Двести Пятьдесят Тысяч Человек Это На Упираясь На Поддержку Но Предположим Сконская Война Во многом Была решена Благодаря Тому Что Англия И Нидерланды Надавив На Данию Все-таки Не дали Ей разрушить Вот Эту Шведскую Экспансию Вокруг Балтики Потом Безусловно Это Отказ Карла Двенадцатого От Длительное Время Вести Внешнеполитические Переговоры Это Вело Страну Политической Изоляции Ну и Поэтому Можем Сказать Что Это Условно Только Была Великая Держава Шведы Обидели Всех Как Непарадоксально Вот Реально Обидели Всех Хотя Надо Сказать Что Канцлер Швеции Аксель Оксен Шерна Младший Всегда Старался Склонить Своих Партнеров К миролюбию Он Проводил Миролюбивую Политику И Король Карл Одиннадцатый К этому Прислушивался Вообще Я Прошлый раз Просто говорил На прошлой лекции Швеция достигла К тому моменту Именно Именно Того Уровня Когда Ей Не было Необходимости Воевать Вот У нас Все Хорошо У нас Все Наладилось Но Вот Соседи Так Не Считали Почему Потому Что Происходит Серьезнейший Экономический Рост Именно В Балтийском Регионе А Значит Товарооборот Резко Увеличивается Грузопотоки Увеличиваются А Ведь Приходится Платить 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 Пошлины Шведам И Как Платить Ну Вот Смотрите 77% Всех Грузов Западной Европы Они Выгружали Шведских Порт Самый Богатый Шведский Порт На Балтике Это Рига А Тоже Самый Глава Семьи Фризиус За 25 Лет Увеличил Своё Состояние Ну Сами Посчитать С 28 Тысяч До 750 Тысяч Это Тот Самый Товарищ Который В 1700 Году Карл 12 Из Своего Кармана Пожаловал 2 Миллиона Таллеров На Ведение Войны За Что Получил Баронский Титул Барона Фризен Гойма Его Главная Торговая Компания Находилась В городе Ниин Шансы Вот Сейчас Это Славный Город Герой Санкт-Петербург Скажем Так Естественно Главные Торговые Порты Балтики Або Выборг Гельсинфорг Эксгольм Это Все Швеция Крайне Стеснена Была Польша Польская Торговля Осуществлялась Через Репорта Мемель Который Принадлежал Герцогам Курлянским Вассалам Гдальцк Лиданцик Эльбинг Причем Данцик Преобладало Именно Немецкое Население Данцик Был Вольным Городом Членом Гонзейского Союза Безусловно Для Польской Элиты Возвращение Лифляндии Особенно Риге Это был Подарок Судьбы Курфюрство Брандербурга Ну Скажем так Теснейшие Семейные Связи Династии Гогенц Солернов С династией Грифтичей С династией Мекленбургов Давали Курфюрство Брандербурга Все основания Претендовать На Всю Померанию Целиком Но Ни у Курфюрства Георгия Вильгельма Ни у Его Величайшего Сына Великого Курфюрства Фридриха Вильгельма Сил не было Для того Чтобы отстоять Свои права С оружием В руках Поэтому Брандербург Ограничился Лишь Небольшим Кусочком Померании Который Ему Позволили Взять От Штеттина До Берлина Сто Километров Но Штеттин Был одним Из главных Балтийских Портов И находился В руках Швеции И Опять же Герцоги Мекленбургские Тоже были Очень Сильно Ущемлены В своих Правах Потому Что Они Были Вынуждены Торговать Через Шведские Порты А Крупнейший Когда-то Бывший Мекленбургский Порт Висмар Находился В руках Швеции Собственно Очень Интересная Ситуация Складывается В России Довольно-таки Долгое Время Не задумывались Войни Со Шведами У нас Были Другие Планы Первоначально Петр Великий Хотел Реализовать Свои Амбиции На юге Воюя В составе Священной Лиги Против Османской Империи Он Желал Завоевать Выход Черному Морю И Постепенно Начать Осваивать Дикое Поле С Богатейшими Черноземами Ну вот Азовские Походы 95-96 Годов Показали Что Воевать В одиночку Мы не можем С Османской Империи У нас Явно Не хватает Сил И у нас Самое главное Не хватает Хорошо Подготовленных Специалистов И вот Одна из задач Как раз Великого Посольства Заключалась В том Чтобы Привлечь Привлечь В Россию Как можно Больше Иностранных Специалистов Великое Посольство Покидает Москву Весной 1697 Года В его Составе В качестве Приватного Лица Как тогда Говорили Едет Мало Кому Известный Да Петр Михайлов Его никто В упор Не видит Как все Прекрасно Знает Что Вот этот Долговязый Мужик Ростом 2 метра 4 сантиметра И есть Русский Царь Петр Алексеевич Едет Через Ригу И вот В Риге Происходит Очень Интересный Инцидент Генерал-губернатор Риги Эрик Дальберг Выдающийся Шведский Полководец Великий Шведский Инженер Но Очень Мягко Так скажем Недипломатичный Человек Он Из крестьян Сделал Себя Сам Сам Добился Графского Титула Сам Добился Чина Фельдмаршала И Безусловно Для него Служение Короне Главное Он верно Служил Еще Дедушке Короля Отцу Короля Он Еще Участвовал В 30-летней Войне Прекрасно Понял При пяти Итого Времени И безусловно Он прекрасно Понимал Какие могут Быть Последствия Эрик Дальберг Россия Всегда Рассматривал Через призму Соперника И вот Русское Посольство Приезжает В Ригу Приезжает В Ригу И Часть Членов Этого Посольства Шведские Караулы Ловят За руку Они Снимают Чертежи Рижской Крепости И Возглавляет Эту Компанию Петр Михайлов Собственной Персоной Совсем Так Сказать Чанием Соблюдением Политеса Под Крепким Шведским Караулом Русское Посольство Селит В отдельном Доме А потом Припроваживает В Курляндию Вот Впоследствии Вот этот Рижский Инцидент Ляжет В основу Манифеста Об объявлении Швеции Войны Оскорбили Царствующую Персону Простите Царствующая Персона Она Инкогнито Инкогнито Путешествует Ну Если ты Хотел Чтоб тебя Приняли С почтями Как положено Ну Пожалуйста Едь в своем Статусе Государственный А раз так Так Сиди Помалкивай Ну Да бог с ним Все это будет потом А на самом деле Петр Великий Был очень серьезно Удивлен Тому Как Шведы Очень серьезно Отнеслись К укреплениям Риги Человек С необычайно Цепким умом Обладавший Феноменальной Памятью Наш Государь Не мог Этот факт Пропустить Мимо себя И уже В Курляндии Уже В Курляндии Начинаются Разговоры О том Что Не поменять ли Вектор Нашей политики Пока только Тихие разговоры Этот тихий разговор Продолжается Уже В Кёнигсберге Где Пётр встречается Тогда еще С Курфюрстом Фридрихом Третьим Который Через Четыре года Станет Первым королем В Пруссии Фридрихом Первым И вот Курфюрст Брандербургский Между Обучением Петра Великому Петра Великому Артиллерийскому Делу Он как раз Получил Там диплом Артиллерийского Офицера Ведет с ним Душевный разговор О том А не повернуть ли Русскую политику На Север В сторону Балтики А не Вернуть ли России Кусок Своего Побережья Ингрию И Карелию Пётр Сомневается Через Берлин Он достаточно Быстро Едет в Ганновер По дороге Его перехватывает Супруга Тогдашнего Курфюрста Софья Шарлотта Ганноверская Со своей матушкой Они очень хотели его увидеть Остарались хорошие записки Об этом Бале Вот Затем Петр Едет Нидерланды В Зоандаме Он работает на верфях Потом посещает Дартмур Лондон И После этого Едет Вену До Венеции Он не доехал Потому что Получил известие О стрелецком мятеже Погнал в Россию Но мысль-то На подкорке засела Почему? Потому что Посещая Европу Пётр Великий Понял Что ни одна из европейских стран Не желает России помогать Это раз Во-вторых Он понял Что Война с Турцией Будет очень быстро Сведена на нет Вся Европа ждет Когда умрет Бездетный Король Испании Карл II Габсбург Не успела Вот закончится Война за Апфальское наследство Вот сворачивается Война с турками Священной Римской империи Германской нации Венеция Во что бы то ни стало Желают из этой войны Вылезти Причем Оставив все На русских плечах Ведут сепаратные Переговоры за нашей спиной Государь Едет в Россию На территории Речи Посполитой И он настигает Известие о том Что Мятеж подавлен И он останавливается В городе Раве Это Рава Русская В Львовской области Нынешней Там он встречается Вновь избранным На польский трон Королем Августом Вторым Сильным Из династии Викинов И вот там Как раз Он и получает Очень интересное Предложение О заключении Тесного союза Вот Вдумайтесь Август Второй Был избран На польский трон С очень интересным Условием При помощи Своей Саксонской Армии Он должен был Вернуть Речи Посполитой Все утраченные Ею ранее Земли Он дал Это обязательство Курфюрст Протестант Стал католиком От него Очень многие В общем-то В Саксонии Отвернулись Включая Родную жену Вот такой Очень интересный Персонаж Соответственно Соответственно Помимо Саксонии Помимо Брандербурга Как тогда казалось Можно было рассчитывать Например На герцогов Бруншвейг Вольфенбютельского И Бруншвейг Люнебухского Тоже Кроме того Навольные города Бремен и Гамбург Которых стесняли Опять же Шведские Порщины Ну и безусловно Можно было Рассчитывать На поддержку Датчан На поддержку Датчан Хотя Датчане Осторожничали Они старались Опять же Обрести Определенный баланс У них была Такая Очень интересная Идея Заключить Со шведами Союз И договор Который бы Всех устраивал И в Копенгагене И в Стокгольме Ну простите Два соперника Которые На протяжении Нескольких сотен лет Друг другом Воевали За господство На Балтике Ну как они могли Найти общий язык Это в общем-то Было достаточно Сложно На тот момент Вот таким образом У нас с вами Вырисовывается Такая аморфная Достаточная конфигурация Тех стран Которые В той или иной степени Были недовольны Шведами И могли Примкнуть К той или иной Коалиции За скобками Остается Герцог Согольштейн Готтерп Которая была Верным союзником Шведов Но Герцогство Не обладало Ни силами Ни ресурсами Для ведения войны Единственное Что Оно могло Предоставить Шведам Это Территорию Для размещения Шведской армии Кроме того Герцогство Занимало Очень выгодное Географическое положение Что было В общем-то С одной стороны Благом С другой стороны Проклятием Для галштинцев Несчастных Соблазн Соблазн был велик У нас один единственный порт Архангельск Навигация Два с половиной месяца В году Соответственно Британские Нидерландские Компании Диктуют Монопольные Свои цены На наши товары И Терри самые Строгановые И Баженовые Сколько они Царю плакали Списали ему Слезные письма Письма о том Что у них задарма Все скупают Но деваться Было некуда И вот Именно то Что шведы Смогли Монополизировать Практически Всю балтийскую Торговлю И должно было Привести К созданию Военно-политического Союза Рано или поздно Гнонник должен был Прорваться В 1697 году Как раз Подходящий момент Умирает Карл XI Всходит на престол Юный Карл XII Соответственно Вот он тот самый момент Когда можно договориться Сразу хочу сказать Северный Альянс Это Уникальный вообще Союз Просто уникальнейший Единственный в своем роде Почему? Понимаете Всегда В основе любой Военной коалиции Есть одна Но великая держава Вот сколько Не смотреть Будем рассматривать Страны Северного Альянса Ни одной Великой державы Здесь не увидим Не выкор сказать нам До 1710 года Россия Великой державы Не считалась Вот Да простят меня Наши патриоты Я говорю так Как это вот Принято в дипломатии На Западе И вообще Официально рассматривается Что у нас получается В итоге Итак У нас Есть Права На Ингрию И Карелию Раз При этом Мы Держим Как у нас говорят В уме Нарву И Ревель Август Второй Который Обязан Выполнить Обещание Данной Польским Магнатам Они ему Об этом Постоянно Напоминают Задумываются О том Чтобы вернуть Речи Посполитой Лифляндию Датчане С другой Стороны Просто Мечтают Интегрировать В состав Своего Королевства Шлезвий Гольфштейн Вот такая Вот мечта А в перспективе Еще и вернуть Сконы То есть Южное побережье Швеции Вернуть Обратно К тем временам К 1523 Году Вернуться Желательно Ну хорошо А каковы Реалии На самом деле Чем Противники Обладают Давайте Посмотрим Дания Самая густонаселенная Страна Из всех Ненавских Стран На тот момент 5,5 миллионов Населения 45-тысячная Армия Которая Формируется По методу Смешанного Комплектования Есть Вербованные Части Есть Части Национальные Мощнейший На Балтике Флот Военно-морской Высоко Развитое Сельское Хозяйство Точка Все Ну Герцог Микленбург Мы оставим За скобками Потому что У герцога Микленбургского Сил вообще Никаких Не было Герцоги Ганноверские Обладали Очень хорошим Потенциалом Во-первых Богатейшие Сребряные Рудники Во-вторых Хорошо Растая Промышленность И Хорошо Вышкаленная 20-тысячная Армия Но 20-тысяч Солдат Не хватило Для того Чтобы Разбить Шведов Флота Нет Вообще От слова Совсем Флот Только у датчан Речь Посполитая Воевать Не желает Польская Армия Архаична Отстала Воевать Должны Саксонцы Но Пардон Саксонец Сухопутная Страна Флота У нее Тоже Нет Правда Есть Хорошо Подготовленная 30-тысячная Армия Саксония Одна из Самых Богатых Стран Германии Россия Благодаря Реформам Которые Проводились Алексеем Михайловичем Федором Алексеевичем У нас Очень Хорошо Кстати Подготовленная Армия Чуть Чуть Более 100 Тысяч Человек Но Эта Армия Боиспособна Она Может Воевать Она Может Воевать Наравне С теми Самыми Османами Она Может Воевать Наравне С теми Самыми Поляками Что касается Шведов Да Отстаем Уступаем Но Это Дело Времени Это Дело Времени Всего Навсего Но Флот У нас Тоже Нет А Экономика Находится В зачаточном Состоянии Алексей Михайлович Начали Массово Развивать Промышленность Но К сожалению До конца Не довели Может Это Можем И считаться На тот момент Великой Державой Нет Не Можем Не Можем А Ведь У Каждого У Каждого Свои Планы Куршерства Брандербургские У них Вообще Были Планы Гавромадьё Во-первых Они Хотели К себе Поморский Коридор Присоединить С Эльбингом Чтобы Вообще Речь Посполитую От моря Отрезать Ну И С Восточной Пруссией Иметь Прямую Связь Во-вторых Померанию Скушать Ну И Желательно Еще Герцогов Микленбургских Что-нибудь Там Получить Либо В качестве Приданного Либо Купить То есть Планы Амбициозные Но В результате То В Москве В 1699 Году Переговоры Ведут Три Страны Саксония Датско-Норвежское Королевство И Россия В итоге Именно Эти Три Страны С Абсолютно Разными Целями Составляют Северный Альянс Направленный Против Швеции Вот Удивительно Враг Один А цели Разные У всех Каждый Воюет За свои Собственные Интересы При этом Петр Великий Выговаривает Очень важное Условие Он Войну Не вступит До той Поры Пока Не заключит Мир С Османской Империей Поэтому Саксонцы Напали В феврале Семисотого Года Датчане В марте Семисотого Года А Россия Войну Вступила Только в августе Тысяча Семисотого Года Как только Получили Известие О том Что С турками Заключен Мир На следующий День Была Объявлена Война Шведу Собственно Хотя Армия Уже Шла И вот Давайте Посмотрим По продолжительности Вот этого Замечательного В свое время Мне очень понравилось Выражение Великого Австрийского Канцлера Меттерниха Который Сказал Что Большая Политика Это Большой Вальс И Надо Уметь Правильно Танцевать Вот И Правильно Выбирать Партнера Так Вот Здесь Очень Интересная Ситуация Если Мы Говорим Про Северный Альянс Если Мы С вами На даты Посмотрим То Получится Что Единственная Страна Которая От начала И до конца В этом Союз Состояла Это Россия С 99 Года По 1720 Год Вот Четко Саксонцы С 99 По 706 Год Знаменитый Мир В Альтранштадте Когда Август Отрекся От Польской Короны В пользу Станислава Лещинского Затем Реанимация Союза Этого И до 17 Года Саксонцы Еще Будут Воевать Далее Датско-Норвежское Королевство Три Месяца В 700 Году Затем Пауза На 9 Лет Затем Возобновление Военных Действий По сути Дело С 19 Года Датчане Не воюют Они ведут Сепаратные Переговоры В 20 Году Заключают Со Шведами Отдельный Мир Речь Посполитая Как Польские Магнаты Не пытались Уклониться От этого Счастья Им Все-таки Пришлось Воевать В 1704 Году Речь Посполитая Официально Вступила Войну Со Швецией Причем Оригинально Воевали Потому Что Половина Речи Посполитой Воевала По знаменам Станислава Лещинского Половина Воевала По знаменам Августа Второго Когда Август Отрекся От престола Появила Знаменитая Сандомирская Конфедерация Которая Отражала Интересы Кучки Магнатов В общем Достаточно Интересный Союзник С 1711 Года Поляки Воевали Только На Бумаге В прямом Смысе Этого Слова Они Отказывались Посылать Своих Солдат Воевать Категорически Они Отказывались Давать Продовольствие И так Далее Закончилось Все немым Сеймом 1717 Года Когда У Польши Были обрезаны Очень многие Права И Уменьшены Армии Пруссия Пруссия Это Опять же Уникальнейшее Явление Когда Напрямую В феврале 1700 Года Петр Первый Спросил Бандербургского Посла А не желает Ли Курфюрц Присоединиться К Союзу Он сказал Что вы Что Ну конечно Мечты Мечтами Но реальная Политика Это реальная Политика Дело В том Что Фридрих Гоген Солерн Добивается Королевской Короны Вот ему Сейчас Воевать Со шведами Не с руки И он Ее добивается Потому что Королю Императору Совершенно Римской Империи Леопольду Нужны Брандербургские Солдаты Войне За испанское Наследство И Курфюрц Брандербургский Говорит Хорошо За дотацию Малую И за признание Меня королем Ради бога И он добивается Для своей семьи Королевского титула В 1701 году Пруссия Пруссия Держит Жесткий Нейтралитет Причем Нейтралитет Своеобразный Все время Войны Через ее территории Туда-сюда Шастут Шведские войска Пруссаки Не воюют Вплоть до того момента Когда После смерти Фридриха Первого Королем становится Фридрих Вильгельм Первый В 1713 году Как раз Заканчивается Война за испанское Наследство Прусская армия Возвращается домой А Фридриху Вильгельму Первому Делают То самое предложение От которого Он не мог отказаться Ему предлагают Штетину Предлагают Штетину Помиранию Участие Пруссии В войне Всего ровно Шесть месяцев За эти шесть месяцев Пруссаки Приняли участие В осаде Висмара В осаде Штральзунда В сражении Приштрезове В штурме Пенемюнде При этом Понесли минимальные потери Но получили максимальные выгоды В 1720 году Они как раз Скромные со вкусом За 2 миллиона талеров Купили Права на Штетину Прилегающие города Собственно Серьезно обрезав Шведские владения В Померане Броншвейк-Люненбург Это Один и тот же Правящий дом Что в Ганновере Что в Броншвейк-Люненбурге Когда Представитель старшей ветви Георгий I Стал королем Англии А точнее Великобритании Великобритании Это уже с 1707 года Вектор политики Качнулся Как раз На Восток Курфюрста Ганновера Много лет Лелеяли мечту Присоединить к своим владениям Бремен и Верден Которые по итогам 30-летней войны Достали шведов И когда В 1712 году Датчане Эти герцогства Отбили у шведов Ганноверский двор Взял паузу Но после того Как Внучка Герцога Стала Женой Царевича Алексея Петровича Ганноверцы Бодренько вступили в войну Потому что Бремен и Верден Был обещан им Ганноверцы Провоевали тоже Примерно Шесть с половиной месяцев И В результате Этой войны Они действительно получили Бремен и Верден Своё владение Вот таким образом Ну а теперь Посмотрим на тех Кто Так сказать Входил в состав Так называемой Шведской коалиции Ну это Непосредственно Сама Швеция От начала до конца Это Гольштейнгутер Компания Семисотого года Надо отдать должное Гольштейнгутерцам Они до 1713 года Держали жёсткий нейтралитет Но в 1710 году Большая часть герцогства Была оккупирована датчанами И в 1713 году Уже галштинская армия Вступила В прямое боестолкновение С датчанами И галштинцы До 1720 года В составе Шведской армии Воевали Галштинские полки Обороняли Собственно Штральзунгт Герцог Он же наследник Шведского престола Находился в Стокгольме А потом выехал в Россию Ну речь посполитая Понятно Это Станислав Лещинский Ну и Османской империи Как ни парадоксальный 710-713 год Несчастный для нас Прусский поход В общем то Таким образом Таким образом У нас Что получается А получается у нас следующее Именно Попытка Швеции Захватить доминирующие позиции В Балтийском регионе Причем Очень жестко Удержать за собой Это прелегированное положение И привело к тому Что Державы Балтийского региона Не все Не все Но все-таки пришли к выводу Что Надо попробовать воевать Мало того К середине войны Главной движущей силой Стала Россия Именно Россия Если бы не Россия Если бы не русская армия И флот Северный альянс Не ориентировался бы Ведь Не в Дрездене Не В Копенгагене До событий На Полтавском поле Не собирались Вспоминать О том Что они когда-то Были союзниками Петра Великого Ведь кампании 708-809 года Мы один на один Вели войну Со шведской армией И Полтавское чудо Как его называли Оно и привело К реанимации Потому что Исчезла боязнь Перед главной шведской армией Перед королем Да Так что Вот у нас Достаточно интересный Такой альянс Своеобразный При этом Наши доблестные Союзники Успевали нас Продавать На каждом ходу Самый очень Интересный Такой момент Для меня Лично Показательный Это встреча Августа Второго Сильного И Петра Великого В городе Торуне Как раз После того Как Август Вернул себе Значит Польский трон И Наш государь Приехал С ним Навстречу Так вот Он ему Вручил Шпагу Шпагу Которую Август В свою очередь Подарил Карлу 12 То есть Вот такой Символический Жест Достаточно Интересный Что касается Датчан То они По сути Дело Старались За нашей Спиной Отсидеться Самостоятельные Военные Операции Датской Армии Заканчивались Крахом Причем Постоянно Выстка Десантная Датская Армия В Южной В Южной Швеции Привела К Разгрому Датской Армии При Хельсинбурге В марте 1710 Года Уникальнейший Был момент Это 1712 Год Уникальнейший Момент Когда Проходила Очередная Вяло Текущая Осада Штральзунда И Союзники Принимают Такое Достаточно Своеобразное Решение Отвести Войска На зимние Квартиры Оставив Для блокады Штральзунда Небольшой Корпус При этом Датский Флот Уходит В свои Гавани Шведы Высаживают Армию Вельмаршала Магнуса Стенбока И Стенбок Начинает Свой Марш По Северной Германии Петр Великий Который На тот момент Отсутствовал Он лечился В Карлсбаде Пишет Королю Дании Брат мой Не втупайте В сражение Дождитесь Подхода Русских войск Ну Фредерик Четвертый Пренебрег Предупреждениями Петра Великого В результате Датско-Саксонская Армия При Гадебуши Вступает В сражение И На следующий день Русский посол При Датском дворе Пишет Петру Великому О том Что А Датской армии И нету Нет ее Исчезла Сколько погибло Сколько разбежалось Неизвестно То что король Жив И слава Богу Вот если бы Не подход Русской армии Во главе С Александром Даниловичем Мельчишком И Петром Великим Коалиция бы развалилась Сразу Моментально Вот именно Подход русских войск В 1713-12 Году Спас Коалицию В дальнейшем Когда проходит Например Та же самая Осада Тюнингена В Галштине Что только Наши союзники Под стенами Этой крепости Не вытворяют Ну Известный момент Это бой У Швапштета Когда Надо было Шведов Сбить с дамб Датский король Посмотрел И сказал Я своих солдат На убой Не пошлю Врага Неприступные позиции Мы их не возьмем Саксонцы Тоже посмотрели Сказали Не Мы воевать не будем Эти дамбы Штурмовали Русские войска Достаточно успешно И очень быстро Ну как это называется Петр Великий Конечно Это все Облек в такую форму Чем больше трудностей Тем больше славы Мы пойдем И получим Все сами Но осадок То остается Как делили Трофеи Тюнингенские Это вообще Отдельные песни После капитуляции Армии Стенбока Ведь Датский король За нашей спиной Вел переговоры Со шведами О капитуляции Александр Данилович Мельничков Обзнал об этом В последний момент Поехал в ставку Датского короля И сказал Что ты делаешь Родной Мы как вроде Вместе воюем Кровь проливаем А ты за нашей спиной Ведешь со шведами Переговоры о капитуляции В результате В общем-то Принимали капитуляцию Совместно Мы многократно Там например Просили Осадную артиллерию Для осады Штетина Того же самого У датчан Все время Времени не было Для того чтобы Тяжелую артиллерию Привезти При этом Постоянно Росли требования К нашей стране То есть По сути дела Северный альянс Который был Сформирован В период Великой Северной войны Во многом Был дееспособен Только благодаря Неутомимой энергии Петра Великого Если бы не он Не его авторитет Все рухнуло бы А в итоге Вы знаете Наши союзники Нас чудесно Отблагодарили Ведь каждая Из сторон Которая в этой Коалиции Участвовала Отдельно Со шведами Сепаратный мир Заключила И Пруссия И Ганновер И Саксония И Речь Посполитая И Дания И нам еще год Пришлось со шведами Воевать один на один Пока вне штате Наконец мир не заключили А итог Достаточно интересен Потому что Швеция потеряла Своё монопольное право На Балтике С одной стороны С другой стороны Появилась Великая Российская империя Которую никто не ждал Но она появилась И стала Реальным фактором В европейской И мировой политике А с другой стороны В Германии Появилась сила Которая действительно Могла претендовать На главенство Обменения германских земель Это было Королевство Пруссии Вот такие глобальные изменения Ничего подобного Не было в течение Ну 200 предыдущих лет То есть В Балтийском регионе Произошли тектонические изменения В ходе Великой Северной войны А вот Дания И Швеция Как раз По итогам этой войны Перешли В разряд Так называемых Держав второго ранга Спасибо за внимание С удовольствием Отвечу на вопросы Если они будут Сколько было выплачено Петром За прибалтийские земли Присоединены Боже мой Два миллиона рейхстайлеров Заплатили Тогда какую независимость Может прибалтий Если мы выплатили за них денег Вопрос Вы знаете Это вопрос Наверное касается Совета народных комиссаров И товарища Ульянова Ленина Который в 1919 году Признал независимость Латвии, Литвы и Эстонии Мы сейчас можем оскорить Это вы К сожалению Нет К сожалению История не имеет Сослагательного наклонения И мы не имеем Уже права Так сказать От этих господ Что-либо требует Ну вот давайте Мы так рассмотрим Простой момент В 1815 году Было образовано Царство Польское Как вы помните Да И королем Польши Конституционным монархом Стал Государь-император Александр Павлович Польша имела Свою конституцию Россия ее не было В Польше она была В Польше был парламент Польша чеканила свои деньги У Польши была Своя армия Чем закончилась Восстанием 1830 года С желанием Восстановить Великую Польшу От моря до моря Да При этом При этом Даже по самым Скромным Оценкам Российской империи Своего бюджета Царство Польское До 1915 года Вбухало Без малого В районе 95 миллиардов рублей Вся польская промышленность Вся промышленность Царства Польского Была 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 Быстроена На русские деньги Ну давайте Мы сейчас Полякам Придем Скажем Ребята Давайте Рассчитайтесь Пожалуйста У нас на смех Нет Значит Мы же не поляки Которые немцы Предъявляют Претензии на 800 миллиардов Марок Ну Дело в том Что репарации Можно требовать С кого угодно Вопрос только в том Будут ли платить Что касается Прибалтики То поймите правильно Государственность Там имела Только одна страна Всегда Это была Литва А Латвия Эстония Они никогда Не были Странами Со своей государством Они всегда Начиная С момента Своего Появления На свет Божий Находились В чьей-то Либо Сфере влияния Эстон Например Были Сфере влияния Датчан Зимгалы Латгалы Ливы Они были Под влиянием Немцев Потом Когда Прослойка Была Сформирована Окончательно Это была Немецкая Прослойка Затем Пришли Шведы Разбавили Слегка Но Истлянская Лифлянская Дворянство Огромную роль Сыграло В истории Российской Империи Собственно 18-19 Начало 20-го Веков Другое Дело Что Немецкая Элита Которая Находилась Прибалтике К моменту Появления Так называемых Независимых Стран Она же Расплатилась Своим Имуществом Ведь Немцы Прибалтийские Были Изгны Из Прибалтики А все Их имущество Было Конфисковано Местными Правительствами Так что Кому Будет Претензии Предъявлять Понимаете Мы Тоже В Прибалтику Вложили По разным Оценкам 756 Миллиардов Рублей Кто Нам Их Вернет А во Сколько Оценивают Жизни 328 Тысяч Советских Солдат Которые Пали Эту Прибалтику Освобождают И тех 450 Тысяч Которые Погибли В 41 На территории Прибалтики Как это Оценивать Вопрос Сложный Есть У нас Товарищи Которые Считают Что Безусловно Факт Признания Независимости Советским Правительством Был Поспешным И не Имел Абсолютно Никакого На тот момент Значения Я считаю Что это не так Потому что На тот момент Советскому Правительству Было Необходимо Заручиться Поддержкой Как можно Большего Количества Независимых Государств Признания По крайней мере Дипломатического И давая Согласие На появление На карте Мира Таких стран Как Финляндия Эстония Литва Возрожденная Польша Мы Таким образом Себя Легитимизировали На мировой Арене Ну а Прошло Не вернуть Потом Рассчитывать На революцию Которая Там Произойдет Или Суббатик Придет Полетает Как Я считаю Я считаю Что Получив Независимость В 90 Году В 91 Литовцы Поступили Умнее всех Они Паспорта Выдали всем Всех Признали Гражданами Почему Потому что Они прекрасно Помнили Что Мемельский Край И Пардон Вильну Вильну Они получили Из рук Советского Солдата Из рук Советской Власти А мало Ли Россия В качестве Правоприемника Потребует Взад Но Проблема В том Что Понимаете Мы Может быть И простили Мы Может быть И забыли Польша Не забыл Где Похоронное Сердце Великого Юзефа Пилсудского Вильну Откуда Родом Юзеф Пилсудский Человек Возродивший Вторую Речь Посполитую Из Вильну Поэтому Поляки Очень Настроены На то Чтобы Вильнский Край Обратно Интегрировать Но Может быть Только Присутствие В Евросоюзе И в НАТО Вместе С этой Великой Литовской Армией Им Этого Не дают А так В принципе Есть Желание 40-й год Это был Довольно Таки Простой Выбор Для Прибалтики Они его Сделали Другое дело Что в 41-м Году Три четверти Населения Этих стран Встречала Немецких Солдат Освободителей С цветами А по советским Солдатам С чердаков Стреляли Из пулеметов И винтовок А потом Из этих Замечательных Так называемых Национальных Корпусов Массово Дезертировали Солдаты Офицеры Которые Затем Радостно Вступали В батальоны СС Герои Разные У нас Разные У нас Герои Они Присягу Гитлеру Принесли И Когда Своих Легионеров Выставляют В качестве Защитников Независимости Это Ни с какими Пардон Даже Веселыми Моментами Связать нельзя Потому что Присяга была Однозначно Они присягали Они присягали Не на верность Эстонии Они не присягали Не на верность Латвии Они присягали На верность Адольфу Гитлеру Я Такой Такой Присягаю Адольфу Гитлеру И клянусь Как верный Солдат И так далее И так далее И так далее Не буду я Нацистскую Присягу Произносить Неинтересно То что Они В инициативном Порядке Сами Местными Силами Самообороны Уничтожили Всех Своих Евреев Даже Какой Какой Они чудесный След Оставили На территории Новгородской Псковской Ленинградской Гомельской Витебской Областей Эти ребята С нарукавными Щитками Белокрасными И черные Голубыми Так что Как у нас говорят Да Не делай добра Не пожнешь зла Вот в этом отношении К сожалению Ну История показалась Что она их Ничему не научила Мы будем надеяться Что Сбудется прогноз Всемирной Организации Здравоохранения Что к 2040 году С таким уровнем Демографии В Эстонии Латвии Литве Не останется Коренового Населения Вымрутся Ну разъедутся Больше Степен Радость Радость заключается В том Что русские Как градообразующий Государственно Огрозующий Народ Придя на эти Территории Наоборот Способствовали Развитию Их Национальной Культуры Их Национального Я не хочу Знаете Полемизировать На эту тему Есть огромное Количество Прекрасных Работ Дюковых Которые Занимаются Коллаборационистами Их проблемами И так далее Так вот Уже в 1946 Году К Осеве Сореновичу Сталину Обратились Представители ЦК Например Компартии Эстонии С просьбой Амнистировать Целый ряд Товарищей Которые Были Замечены В коллаборационизме И в войсках СС Служили В гражданской Администрации И так далее Почему Потому что Ну они же Титульная Нация Коренное Население А его Очень мало Тебя призвали Войска СС Нет Ну там была Мобилизация Вот тебя призвали Войска СС Войска СС Призывали При этом Ты не участвовал В массовых расстрелах Ну не доказали Все Пять лет Свободен Ну кровавый Сталинский режим То же самое Кстати Бандеровцев Касалось Во многом Поэтому имеем То что мы имеем Так вы Извите меня На западную Украину В 50-е годы Огромное количество Товарищей Из Канады Вернулось На историческую Родину Приехал Так что Имеем то что Имеем Ну С юриками Мы видим Картин Ташин Как Второй фронт Как только Ушелец Клево Приползали Зубы Вырвали Все Все сразу Дружно Вступили в войну Добивать Так же Конвенция Единственная Трагедия Трагедия Огромная Для Швеции Она потеряла Треть территории Она потеряла Половину Населения Поэтому Они очень Хотели Реванш А тут Какой-то Француз Который По-шведски Не говорит Друг Говорит Ребята Мы воевать Не будем И Все И он получил Норвегию В 1814 году И он же Опять же Объявил О нейтральном Статусе Швеции Которая Больше Никогда Не воевала С Илью 1814 года И он же Утвердился На шведском Троне В 1818 году Его потомки В общем-то Правят До сих пор Говорят У него была Татуировка Смерть королям Смерть королям Нет Почему Это Анекдот Это правда У него на груди Была татуировка Смерть королям И тиранам Да Была Поэтому Он никогда Не мылся В присутствии Других Никого Не пускал Мылся В гордом Одиночестве Обнаружили Наколку Наколку Обнаружили Только когда Уже его хоронили Ну это В общем-то Многие грешили Французские генералы И маршалы В то время Это нормально было Они же все были Дети революции Кто из них Мог знать Что Сын адвоката Станет князем Понте-Корво А потом станет И наследным принцем И королем Швеции Ну кто Могу Ну что с ней делать Я думаю Да Вы знаете Мне очень нравится Тот Прагматизм Нашей внешней политики Который применяется Последние лет Десять По отношению К балтийским Государствам Когда Они Тешат себя Мысли о том Что всегда будут Вот всегда будут Главными Транзитерами Наших природных Богатств Вдруг Этой возможности Лишились Мы Да Мы вот Очень сильно Поумнели Мы свою инфраструктуру Построили Свои порты Создали И сейчас Собственно Прибалтика Она Каждый год Даже по данным Я тут вот Смотрел статистику Латвийского Министерства транспорта Не так давно Так вот Их министр Очень пессимистично Настроен Пишет о том Что они Потеряли только В семнадцатом Году Наших грузов На Один миллиард Евро То ли еще Будет Ну они уже Придуты Честно говоря Они уже Адаптировались Я к слову Умел как-то Беседу У нас были Плотные Переговоры С Эстонией Там Я познакомился С Ну она Как бы Наполовину Как это сказать Ну в общем Давно там работает У них плотные Международные связи И неплохо себя чувствует И как-то раз Мы с ней обсуждали Тему языков Такую В общем Всем может быть Интересно Давно Был уже лет Восемь тому В новостях Прозвучало о том Что Эстония Опять начинает Учить русский И я естественно Не поверил Потому что Простите Наши СМИ Врут Как Я не знаю Чего Позвонил По скайпу Написал Она говорит Ну чисто Правда Сейчас молодой человек Эстонский Если он хочет найти работу Нужно три языка Помимо эстонского Английский Финский Русский Иначе работы не будет Потому что На эстонском языке Компании Которые готовы Принять Работу Есть бизнес В эстонии Брукий Русский Если хочешь ехать В Финляндию Работать То удобнее Как минимум Иметь Финский Английский Если хочешь В Европу То английский А дома Русский Без вариантов Да это понятно В свою жизнь Они именовались Кухна-Ревельская Вступление в Советский Союз Это для них Филосальные цивилизационные скажи Директором по закону Ну по эстонским Вы знаете Я честно говоря Ждал Что когда Госпожа Кальюрант Приехала к нам Что Будет обсуждаться Чудесная тема Двуязычия Двуязычия В Эстонии Потому что В свое время Именно советское правительство А точнее еще Правительство Российской империи Стало Первые учебники На эстонском языке Печатать А при советской власти Эстонский язык В обязательном порядке Изучался во всех школах Ну Можно было бы сделать Лаверды Мы все-таки Независимое государство Замечательно Прекрасно Это великолепно Нет Они этого не сделали Зачем она приезжала Тоже непонятно Вы видите Как бы Это националистическая политика Украина Успешно Прошла Практически Тот же путь То есть Вокруг этого Строится Я думаю Что Откатить Вече сложно Вырастили Поколение людей Которые уверены В том Что по-другому Никак Украина Сейчас выращивает В их жизни Другого не было Зачем 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 Ломать С собой Понимаете Мне вот искренне Жалко эстонцев Чудесный народ Высококультурный Знающий Трудолюбивый Очень Очень трудолюбивый При этом Безусловно Очень любящий Гармоничные Взаимоотношения Но то Что их политики Творят Это Не начать Чем Как ужасом Не назовешь Вот Это люди Которые Простите Возможно Это будет Очень резко Но я бы сказал Это враги Своего собственного Народа Сейчас Такого много На свете Я знаете Хотел В ту же тему У вас Спросить Меня всегда Удивляло Вы же хорошо Знаете Скандинавию Скорее всего Это самое Почему Ну Такое Наблюдение Странное И вы об этом Говорили Потому что Шведы Очень так Своеобразно К нам Относятся Даже сейчас Оказалось Что давно Все Больем Поросло С нашей точки Зрения А Финляндия Так же Британцы Когда уходили Из своих колоний Во многих Их не то Что в засос Любят Но Как бы Признают Их положительный Вклад Они оставили За собой Британское Законодательство Британский Язык Английский Простите Без которого Некоторые страны Между собой Но Как бы Как в Индии Допустим Общаться Между собой Довольно Сложно В Африке И так далее Россия Когда ушла Из своих Колоний Полуколоний Та же Прибалтика Финляндия Для которой Насколько я помню Язык был Просто восстановлен Как таково Не помню Каким Из князей Вот Польша Дефакто Там Образованная Советским Союзом Ничего Прямо Легко В свою сторону Не получает Есть Какой-то Системный Фактор Который Явно Есть Но Для меня Непонятно Извините Если вопрос Не в тему Нет Ну почему же Сам думал Над этим И вы знаете Ответ Ответ найти Очень сложно Но Понимаете Кажется Все Внутри Нашего Менталитета Вот мы живем По правде Да Для нас Правда Выше Закона Они живут По закону Это вот Во-первых Это мне так кажется Во-вторых У них Все-таки Нет Того Что мы назовем Искренностью Она у них Отсутствует И Мне так кажется Что Вот этот Культ Чувство Своего Превосходства Да Мы Великие Европейцы Он тоже Сказывается Меня Простите Вот элементарный Пример Можно Да Ветераны Ветераны Войны К сожалению Которые Сейчас Уходят От нас Я Со Многими Из них Общался Вот Мой Дедушка Который Три Войны Прошел Я Задал Ему Когда-то Вопрос Дед Что Для Тебя Было Самым Необычным Вообще На Войне С 39 Года Воевал С Японцами С Финнами Воевал Потом Все Отечество Звонка 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 Прошел Он Говорит Знаешь Если Мне В 41 Сказали Что Я В 45 Буду Немецких Детей Своего Котелка Кормить Я Б Человек Убил На месте Наверное Вот То Что Мы Обладаем Чувством Всепрощения Вот Пока Ты С оружием В руках Ты Враг Ты Оружие Сложил Ты Человек И Неважно Как Ты Ко Мне Относишься Вот Западе Не Не Могут Понять Выбор Простой У нас У нас Простой Выбор Единственный И другого Никогда Не будет Нам Надо Быть Великими И Сильными Все И Тогда Все Сойдет Вся Пета На Нет Сойдет Третьего Не Дано Вы Об этом Сами Только Что Сказали Понимаете Уважают Сильного Уважают 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 Сильного Что Тогда Центростремительность Тенденции А нам Восстанавливать Еще Русский Мир Придется Очень Долго Возвлечайте Спасибо Друзья Мы С вами Можем Поспорить